Джо Байден настаивает на вступлении Украины в НАТО. В частности, президент США и его команда находятся в разгаре важного разговора с другими членами НАТО о том, как и когда Украина сможет присоединиться к Альянсу. Вопрос о членстве Украины в НАТО является одним из нескольких вопросов, которые лидеры будут обсуждать на встрече в литовской столице Вильнюсе в середине июля, сообщает Унианн со ссылкой на CNN. В то же время генеральный секретарь Альянса Йенс Толтенберг подчеркнул, что для справедливого и прочного мира надо обеспечивать Украину поддержкой, потому что это единственный способ, чтобы освободить оккупированные территории. Об этом он сказал на брифинге в начале заседания министров обороны членов НАТО в Брюсселе. «Мы не видим каких-то признаков от президента Путина и России, что они в действительности готовятся к миру или любым настоящим переговорам. В то же время, чем больше земли Украина способна отвоевать во время контрнаступления, тем сильнее будет ее позиция за столом переговоров». Также Столтенберг уверен, чем более успешным будет украинское контрнаступление, тем более вероятно, что на определенной стадии президент Путин осознает, что он не может выиграть эту войну на поле боя и что он будет вынужден сесть за стол переговоров. «Украина перешла в контрнаступление. Мы видим ожесточенные бои. Пока еще рано. Но мы также видим, что украинцы добиваются успехов и что Украина способна освободить оккупированные земли». Также генсек НАТО отметил, что Альянс рассмотрит увеличение расходов на оборону. Кроме того, издание The New York Times пишет, что на саммите НАТО Украине могут предложить израильскую модель безопасности. Тем временем в Брюсселе перед заседанием в формате Рамштайн министр обороны Резников встретился с главой Пентагоном Ллойдом Остином. «Всегда приятно встретиться со своим другом и коллегой Алексеем Резниковым. Почти 50 стран, принимающих участие в сегодняшней контактной группе по обороне Украины, объединяются с вами и мужественными защитниками Украины», написал Остин в своем твиттер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова